Уважаемые коллеги, дамы и господа, почему-то резиняя, наверное, ответ лежит на поверхности, это первые зодчие нашего города и этим все сказано. Он появился в Петербурге в 1704 году, когда уже здесь работали и немец Кирсенштейн, и француз Ламбер, и русский Юстинов, но это были, так сказать, мимолетные эпизотические фигуры. Кирсенштейн остался здесь навсегда, до конца своей жизни, на долгие 30 лет. За эти 30 лет его патрон Петр Великий пытался найти других архитекторов, которые относились к разряду европейских звезд. Например, выдающийся немецкий архитектор и скульптор Андрес Шлютер. Год прожил, скончался. Не выдержал ни превратности климата, ни психологического нажима великого государя. Приехал Леблон, замечательный мастер садового искусства, теоретик, градостроитель, ну и, конечно, прекрасный архитектор. Привез с собой целую команду специалистов, из которых были образованы, по-моему, 19 мастерских. Два с половиной года придержался, и его не стало грустно, конечно. Но, с другой стороны, Торисиня, помимо дара зодчего, градостроителя, видимо, обладал определенными человеческими качествами, упорством, в то же время гибкостью, способностью переносить все превратности той сложной эпохи. И это позволило действительно стать ему не только первым, с большим буквы, архитектором нашего города, но создателем Петровского Петербурга. Мы находимся на герое Петропавловской крепости, здесь все напоминает Доминика Тресини. И он, между прочим, являл собой такую фигуру синтетическую или универсальную, что отвечало вкусам Петра. Мы говорим о его итало-швейцарских корнях, это естественно, правильно. Но вообще-то в Петербург он приехал как датский инженер. Он работал архитектором и инженером у датского короля в Кабенгагене несколько лет. И именно в этом качестве сюда и приехал. И вот это вот сочетание итальянских корней, итальянского барокко и условий северного строительства, иной стилистики, иной архитектурной типологии, в общем-то, сделало его действительно таким олицетворением, зеркалом всей архитектуры раннего барокко. Когда мы говорим ранее барокко, мы, в общем, имеем в виду не только барокко, потому что это понятие условное, собирательное, там много было вне барочных черт. И все это является собой творчество Грязини. Тот же Кляропавловский собор. Когда-то я пытался разобраться в его архитектурных истоках, с удивлением обнаружил, что все мэрии, включая Игоря Грабаря, проглядели его итальянскую основу, тип итальянской католической церкви, которая была распространена от Рима до Белоруссии. Но на эту итальянскую основу он водрузил северную верхушку, башню со шпилем. Грязини мы знаем как создателя многих замечательных памятников и ансамблей. Александр Невский Лавр, здание 12 коллегий, летний дворец Петра Первого, зимний дворец Петра Первого, многое другое. Еще следует отметить, что он первый внес в Петербург регулярную планировку. До него регулярной планировки не было. Петербург застраивался кое-как. И первые кварталы с прямоугольной сетью улиц появились по его проекту на литейной стороне, в литейной части. Это нынешние там Сахальевская и Паверная, и параллельные улицы. А следом проект Васильевского острова, который считают более примитивным по планировке, чем проект Леблона. Но проект Леблона остался на бумаге, а проект Трезини воплощен в жизнь. Можно бесконечно много, конечно, говорить о творчестве этого мастера. Слава Богу, о нем написаны книги, и творчество постоянно популяризируется. С ним, значит, целый клан Трезини. Это вот тоже такой интересный феномен. Творчество других Трезини пока не очень изучено, остаются вопросительные знаки. Мне представляется, что такая фигура, как Пьетро Антонио Трезини, это мастер русского воровка, который идет следом за Растрелли, Чевакинским, Ухтомским, а может быть и рядом с ними, не считая, конечно, Растрелли, который выше всех. Значит, Трезини, мы говорим Доминика, может быть, правильная Доминика, а вообще-то писался он Доминика. Годы вырастения в пресс-релизе указаны 670-е. Но, по-моему, это дата предположительная, она сопровождается обычным вопросительным знаком. Более того, он Трезини. Да, тем более. И вместе с тем, тем не менее, вопросительный знак, не вопросительный знак, будущий год 350 лет Трезини. Ничего себе. Это памятная дата, которая, по-моему, должна отмечаться в масштабе не только Петербурга, но и Российской Федерации, и не должна пройти незамеченная для Швейцарской конфедерации. Вот. И думаю, что помимо конкурса мы где-то должны быть инициаторами вот этого начинания движения в память Трезини, 350 лет Трезини. Это год Трезини, можно сказать. Будущий год, год Трезини. И замечательно, что к этому времени состоится уже второй открытый конкурс «Золотые Трезини», и хочется пожелать, чтобы ему вообще была суждена долгая жизнь и так далее. У Александра Бенуа есть статья с смешным названием «Рассадник искусств». Речь идет о Тахинском кантоне, откуда вышли поколения, династии, русско-адонине, лупине, висконте и так далее. То есть, помимо всего прочего, Трезини открыл как бы вот эту дорогу из восточной Швейцарии, из восточной Швейцарии в северную столицу России, да, на северо-запад России, на берега Невы. И этим не исчерпывается объем наших разнообразных культурных и архитектурных контактов. Я хочу напомнить о том, что в 910-х годах в Петербурге работал Робер Майяр. Робер Майяр – это инженер, может быть, самый выдающийся во всем XX веке, о котором в книге Зикрида Гидио, например, про пространство архитектуры, написано примерно столько же, сколько о Крабезье. Но об этом мы пока еще знаем мало. Так что нам предстоит изучить, открыть новые страницы архитектурных и культурных контактов между Россией и Швейцарией. Когда-то, недолгое время, лет 20 с лишним, я работал в этом музее в Петропавловской крепости и представляю себе, конечно, коллекции, в том числе по XX веку, по современному периоду. Здесь достойно представлена первая половина XX века, достаточно интересно, более поздний период, но фрагментарно, очень разрозненно. Поэтому тот факт, что конкурс «Золотой трезине» будет содействовать пополнению коллекции Музея истории Санкт-Петербурга – это тоже важный принципиальный момент. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин